Южане, мы сегодня собрались здесь, чтобы побежать нашего, будем говорить, не только Кокульского, но нашего председателя района. Я говорю по-русски, потому что юг Молдовы всегда был многонационален. Тут же будут люди и русские, и болгары, и кокорбовцы, и украинцы. Чех национальностей. Нас никогда не разделить по языковому признаку. И разделить нас и религиозно. У нас есть православная религия, которой мы должны придерживаться, и те семейные ценности, которые исповедовали наши родители. Мы, и мы стараемся передать это и молодому поколению. Мы соседи. Два района, Кантемир и Кокул. У нас очень много общего. Общего того, что у нас общая проблема юга. Это водоснабжение населенных пунктов. Это квалификация районов. Это строительство дорог. Почему-то в Молдавии сложилось так, что юг всегда беднее севера. Всегда доставалось меньше на дороги, на инфраструктуру, на все остальное. Я думаю, пришло время, когда надо уравняться и центром, и с севером. Но если председатель пару недель назад выступил с инициативой, с проблемами, которые есть в районе, Я надеюсь, он выдвинул и пути решения этих проблем. Власть решила, что нельзя говорить о недостатках. Нельзя поднимать вопросы, которые стоят перед районами. Но власть, к сожалению, редко бывает на местах. Мы, председатели района, встречаемся ежедневно с населением. Мы знаем все проблемы буквально каждого населенного пункта. И пусть знают, нас избрал народ. И мы служим народу. Мы подотчетны народу. Я требую, и мы все требуем освободить Чернушу Марчелла, невиновного человека. Человека, который всю жизнь посвятил защите государства, защите законов. Он всего председатель около двух лет. Все остальное время он честно служил этому государству. И я не думаю, что он за два года натворил столько беззакония, что он должен быть изолирован от общества. Я не могу представить, у него есть семья, дети, родственники. Это пятно на всех родных и близких. Телевидение с утра до вечера прокручивает одни и те же кадры. Задержан председатель района. А если его оправдают, телевидение будет крутить. Из-за того, что его незаконно арестовали. Поэтому ясно, что мы должны его поддержать в этот момент. Чернуши, знай, мы с тобой. Мы не дадим тебя в обиду. Свободу, Борчеллу Чернуши! Свободу, Борчеллу Чернуши! Либердате! Либердате!